всем привет мои дорогие в этом видео я хотел бы показать вам работу с изотоп рксом рассказать преимущество вообще что он может до разные методы но если вкратце то это плагин который помогает нам в пост обработки до пост продакшене с помощью него можно очистить запись дат редактировать какой-то voice если на заднем фоне к примеру есть шум и вот к примеру устранить какой-то легкий ревер вычленить какую-то отдельную частоту посмотреть спектр анализаторы да там посмотреть какие прям циферки у того или иного звука вот ну то есть крутая штука для начала давайте запишем я специально сейчас при вас запишу фон допустим комнаты поговорю как-никак у каждой комнаты есть свой шум скажем тогда плюс меня открыто окно пропишем на рекордер просто включим запись как раз еще этот шумит ноутбук я мой могу даже поближе подставить раз два три четыре флешечку подкинули посмотрели запись так мы давайте послушаем что у нас там на записывалась ну да вот чем завершить раз запись пошла вот он характерный noise который у нас присутствует записей примеру мы работаем с эмплами к примеру мы работаем с голосом и так далее следовательно что нам необходимо давайте покажу сначала экспресс редактор до работы с ним открываем наш изотоп так можно просто самый а вот здесь у нас так видно вам видно если нас во первых разбиты все плагины которые нам необходимы да ну то есть мы можем выбрать сразу отдельный конкретный какой-то сейчас в данном случае мы разберем спектр лд нойс нам же нужно убрать шум до что мы можем экспресс здесь сделать без всяких анализаторов у нас есть вот это вот этот участок где характерно как раз видно и слышно можно вот увеличить есть кнопочка ну во первых разобраться если лёд лёрд 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 я не знаю как по-английски потом трэш-холд и редакшн трэш-холд это заданный параметр уровень до который он анализирует и начинает прибирать скажем а редакшн это сила скажем так сжатия вот этого но и за но в этих параметрах есть такая тонкость если мы переборщим то как раз у нас будет срез по частотам то есть у нас будет искажаться еще и звук поэтому с этим нужно быть аккуратным но давайте сделаем вот эту штуку все для этого нам нужно выбрать участок нажать кнопку изучить нажать play проиграть он проанализировал то есть если направляешь график до нашего чеха мы можем видеть характерный уровень сигнала уровень шума то есть он проанализировал да и вот о чем я говорил так если то есть они вместе да если мы начинаем редакшн к примеру да то есть он показывает насколько он его сожмёт давайте послушаем теперь вот этот участок аллилуйя но практически ничего не слышим давайте послушаем вместе раз тут как раз еще этот шумит ноутбук я могу даже поближе подставить раз два три четыре пять шесть семь восемь девять теперь давайте сравним раз два три четыре вы видите да вот немножко теряется наша скажем так нужная составляющая в голосе раз два три четыре шесть но я бы вот так сделал так это вот первый метод как раз как почистить noise дальше второй метод наш чудесный изотоп эдитор и он его открывает как отдельный скажем так софт но подвязанные к вашей дал и в этом случае у нас все то же самое здесь те же плагины но больше спектра различных всяких отдельных штук выбора действий до обработки ряда редактора вот и здесь соответственно что мы наблюдаем и наблюдаем во наши стерео каналы до лево-право видим здесь шкалу децибел до по уровню громкости и шкалу по спектру частот то есть от сабовой до до 20 от нуля грубо говоря до 20 так что мы видим мы здесь видим как раз вот она наша низкая шумная составляющая которая вот можем увеличить еще можно сделать вот так вот когда нажимаешь зажимаешь на децибелы он показывает либо сильнее то есть меняет визуальную составляющую вот мы можем наблюдать что вот здесь у нас имеется как раз noise и он у нас занимает по громкости примерно ну то есть столько же сколько и нужная наша составляющая в голосе след на это не годится что мы делаем мы выделяем вот этот участок да тут колю колесиком можно увеличивать да потом выбрав ручку вот эту выбрав ручку можно подвинуть участок да если мы с конкретным каким-то участком примеру работы нам нужно чуть-чуть подвинуть дальше вот эти кнопочки это формат выбора участка то есть скажем так разный вид захвата но изового участка вот это у нас штучка рисовал к кисточка из большой выбор редактирование да ну то есть удоб удобство есть да еще есть такая визуальная штука то есть мы можем формате волны да просто посмотреть если нам так привычный до визуально либо соответственно вот этот теплый теплый эффект да кстати еще важный такой по интерфейсу момент если мы нажимаем если мы наводим ближе куда-то до курсор ну то есть в какой-то участок и начинаем крутить колесо он увеличивает именно этот участок то есть с точки зрения пользования да то есть тут нужно привыкнуть нужно понимать основные механики да для чего какая кнопочка но я в принципе объяснил и соответственно привыкать до отказать еще такую штуку можно делать но так вот ладно возвращаемся к нашему но изу здесь мы выбираем тот же самый спектр лдыной так стать удобно что он вот этот участок также здесь будет уже только у его воспроизводить нажимаем лер и здесь есть смотрите такие удобные тоже моменты если мы не знаем пока как у нас будет обработан до наш участок мы можем нажать превью вот и с помощью превью он нам сразу проигрывает этот участок и показывает как будет если мы нажмем кнопочку рендер да и последний еще момент кстати забыл сказать когда мы сделали рендер либо он автоматически сразу раз уберет этот но если бы нам нужно нажать в изотопе чтобы вы понимали вот здесь у нас панель когда файл оверрайт оригинал файл вот эту да да и соответственно он перезаписывает вот наш почищенный файл в наш оригинальный файл и все и мы можем дальше продолжать закрывать edit и продолжать работу